Продолжение следует... Российское общество онкорологов продолжает проект, который носит название, может быть, немножко непатриотическое, Tumor Board. Но, в общем-то, этот цикл вебинаров посвящен обмену опытом лечения больных различными онкорологическими опухолями. И акцент в этих вебинарах мы делаем как раз на обсуждение реальных случаев из клинической практики. И сегодня вместе со мной этот разбор проведет профессор Мишко Кирилл Михайлович, который как раз представит Ваше внимание наблюдение за лечением больных с распространенными формами рака предстоятельной железы. Кирилл Михайлович, добрый день. Добрый день, благоуководаемый Борис Яковлевич, уважаемые коллеги, рад вас всех приветствовать. Вот, и я приглашаю вас активно участвовать. У нас, к сожалению, формат не позволяет интерактивно задавать вопросы, но вы можете... Вернее, я не имел в виду в эфире задавать вопросы. Вы можете задавать их в чате, и мы постараемся ответить. И не только вопросы, а вы можете высказывать ваше мнение по любому вопросу. Ну, желательно, чтобы он так или иначе был связан с раком предстоятельной железы. И разрешите, уважаемые коллеги, мне начать, в общем-то, хорошо известные, я думаю, для вас вещи еще раз повторить. Но, тем не менее, хочется напомнить о тех изменениях, подходах к лечению метастатического рака предстоятельной железы, которые произошли не так давно, о которых мы в последнее время часто говорим, потому что эти изменения действительно являются революционными, они меняют нашу клиническую практику, они приводят к тому, что наши больные, получая вот эти современные комбинированные методы лечения, могут жить значительно дольше, чем жили раньше. Видна, да, моя презентация, я понимаю? Да, Мариха. Итак, метастатический гормон... ...янса. Мы называем с вами гормон чувствительным. Процесс в том случае, если больные еще не получали гормональной терапии, и мы с вами знаем, что ежегодно около 8 тысяч новых случаев вот этого самого метастатического гормоно-чувствительного рака предстоятельной железы выявляется первично. Ежегодно 8 тысяч больных с первично выявленным метастатическим гормоно-чувствительным раком. Сколько больных прогрессирует после проведенных ранее радикальных методов лечения? Сказать сложно. Есть такие подсчеты, которые говорят, что их примерно 7 тысяч в год, плюс еще 9 тысяч больных, которые там живут. В целом, таким образом, около 24 тысяч. Это очень приблизительные оценки. Но, тем не менее, мы имеем сегодня пациентов с метастатическим гормоно-чувствительным раком в Российской Федерации. И стратифицировать этих больных нужно как раз потому, что первичный метастатический процесс у них диагностирован или метастазы развелись после проведенного лечения при прогрессировании процесса. То есть это первично диагностированный или рецидивный метастатический гормоно-чувствительный рак. И также надо подразделять больных на больных с большим объемом поражения и больных с олигометастатическим процессом или с малым объемом. На сегодняшний день общепринятыми критериями являются такие критерии большого объема, как наличие четырех и более костных метастазов, причем один из этих очагов должен располагаться вне позвоночника и костей таза, или и наличие висцеральных метастазов, то есть метастазов во внутренних органах. Большое количество исследований было проведено в последние 5-6 лет по изучению различных режимов комбинированной терапии у больных метастатическим гормоночувствительным раком. Вы знаете, что в свое время мы применяли комбинированную терапию, или мы называли максимально андрогенная блокада, когда мы сочетали андрогенную депривацию и нестероидные антиандрогены первого поколения, викулутамид и флутамид. К сожалению, этот метод лечения не показал увеличение выживаемости, показал только лишь увеличение токсичности, и сегодня он не должен применяться в нашей с вами клинической практике. А вот новые современные методы комбинированной терапии, исследования, которые изучали и представлены на этом слайде, они показали следующие результаты. Исторически первым вариантом комбинации была комбинация андроген-депривационной терапии с доцитокселом. И наиболее такое крупное однородное исследование, которое включало больных только с метастатическим гормоночувствительным раком, это было исследование ЧАРТА. В нем больных рандомизировали на две группы. В одной группе больные получали андрогенную депривационную терапию в виде химической или медикаментозной, или хирургической кастрации в другой группе. Сочетание андроген-депривационной терапии. И шесть курсов доцитоксела в стандартной дозировке. И вот посмотрите, что показало это исследование. На более крупном графике вы видите, что доцитоксел продемонстрировал увеличение, сочетание андроген-депривации доцитоксела привело к увеличению выживаемости. Медиана выживаемость увеличилась на 10 месяцев в общей группе больных. Но больных стратифицировали по объему метастатического поражения, именно по тем критериям, о которых я вам вначале сказал. И оказалось, что доцитоксел приносит пользу только больным с большим объемом метастатического поражения. Верхний график справа вы видите. У этих больных на полтора года добавление доцитоксела увеличивает выживаемость. У больных с олигометастазами различий выживаемости нет. Доцитоксел не нужно назначать больным с небольшим числом метастазов костных или с наличием лифогенных метастазов. Кроме того, мы с вами знаем, что этот препарат ассоциирован с достаточно большим спектром токсичности, среди которых, конечно, наиболее угрожающей является токсичность гематологическая, потому что тяжелая нейтропения, фибрильная нейтропения, к сожалению, может приводить к смерти больных. И вы видите, что цифры вот этих частоты развития тяжелой формы нейтропении, они достаточно высокие. Помимо этого, вы знаете, что доцитоксел ассоциирован и с сердечно-сосудистой, и с желудочно-кишечной, и с нейротоксичностью. Итак, доцитоксел только больным с первично выявленным метастатическим процессом и большим объемом метастатического поражения принесет пользу. Но в том случае, если он не принесет вреда, и мы должны хорошо оценить статус больного, прежде чем назначить химиотерапию. Напротив, комбинация андрогенно-деперевационной терапии и местного воздействия, а именно лучевой терапии на предстательную железу, на первичный опухолевый очаг, как выяснилось, может принести выгоду больным с олигометастатическим процессом. Это один из рукавов исследования STEMPID. Вы знаете, это британско-швейцарское исследование, где очень много рукавов. И вот один из рукавов включал сравнение комбинации андрогенной депривации и лучевой терапии на предстательную железу и только андрогенной депривации. Оказалось, что в общей группе больных, слева большой график, и видите, различий выживаемости получено не было, одинаковая медиана. Но вот у больных с олигометастазами на верхнем графике, вы видите, облучение предстательной железы было ассоциировано с увеличением выживаемости. Эта медиана, вы видите, на 4 месяца была выше, но достоверно выше в группе комбинации лучевой терапии и андрогенной депривации. У больных с олигометастазами и больных с большим объемом поражения лучевой терапии не приводят к улучшению выживаемости. А вот третий вариант комбинации, это комбинация антиандрогенов нового поколения, вы знаете эти препараты, энзоутамид и аполутамид. Вот эта комбинация с андрогенной депривационной терапией приводит к улучшению результатов у всех категорий больных. И у больных с большим объемом метастатического поражения, и у больных с олигометастазами, у больных с первично выявленным метастатическим процессом, и у больных, у кого метастазы развелись после проведенного лечения. Я вам это сейчас покажу на примере одного из крупнейших исследований, в котором изучалась комбинация андрогенной депривации с аполутамидом. Это исследование Титан. И вы видите, больных рандомизировали на две группы. В одной группе больные получали андрогенную депривацию плюс аполутамид в стандартной дозе 240 мг в сутки, а в другой группе андрогенную депривацию плюс плацебо. И в этом исследовании было две первичные и конечные точки. Это выживаемость без прогрессирования и общая выживаемость. Больных стратифицировали как по объему метастатического поражения, так и потому, получили они или не получили до включения доцитоксел. Допускалась возможность проведения химиотерапии доцитокселом. Характеристика больных, как вы видите на этом слайде, она была достаточно типичная для пациентов. Раком предстоятельной железы в среднем возрасте около 70 лет. Посмотрите, у 62% был большой объем метастатического поражения, у 38% были олигометастазы. Примерно каждый десятый больной уже получил химиотерапию доцитокселом до включения в исследование Титана. И посмотрите, это исследование, в этом его, кстати, уникальность, отличие от всех других, оно достигло обеих поставленных первичных и конечных точек. И выживаемость без прогрессирования по данным методов лучевой диагностики и общая выживаемость оказались и статистически достоверны, и клинически значимо лучше в группе сочетания андрогенной депривации с аполутомидом по сравнению с группой контроля андрогенной депривации плюс плацебо. На левом графике вы видите выживаемость без прогрессирования. На 62% уменьшился риск прогрессирования при применении аполутомида по сравнению с группой контроля, и двухлетняя выживаемость без прогрессирования на 20 лет была лучше в группе комбинированной терапии. Общая выживаемость в течение двухлетней общей выживаемости была на 8% лучше в группе аполутомида, и риск смерти уменьшался на 33% при добавлении аполутомида к андрогенной депривационной терапии. Эти данные были получены уже при первичном анализе при сроках наблюдения за больными около двух лет. Но вот буквально недавно, месяц назад, мы на конгрессе ASCOGU увидели финальный анализ общей выживаемости при медиане наблюдения уже 44 месяца, то есть это 3,5 года средний период наблюдения. И посмотрите, различия выживаемости не только сохранились, они увеличились, и чем дольше период наблюдения, тем больше расходятся кривые выживаемости в пользу аполутомида. Снижение риска смерти уже 35% в группе комбинации с аполутомидом достигает по сравнению с группой контроля. А 40% больных, которые были в группе андрогенной депривации плюс плацебо, при прогрессии получили аполутомид. Если убрать из анализа общей выживаемости вот этих пациентов, которые осуществили кроссовер из группы контроля в группу лечения, то различия выживаемости окажутся еще более значительными. На 48% снижается риск смерти при применении аполутомида в комбинации с андрогенной депривацией по сравнению только с андроген депривационной терапией. И если мы проведем подгрупповой анализ, рассмотрим подгрупповой анализ, мы увидим, что аполутомид давал преимущества практически во всех подгруппах. Вне зависимости от локализации метастазов, вот посмотрите, костный или висцеральный, вне зависимости от дифференцировки опухоли, вне зависимости от объема метастатического поражения. Вот посмотрите, очень важно преимущество аполутомид давал и у больных с большим объемом, и у больных с олигометастатическим процессом. Единственное, где не было различий, это в группе больных, которые уже успели получить до включения протокола Титан, доцитоксел, но этих больных было не очень много, может быть, еще и поэтому не было различий. И на этих графиках показано то, что вот только что я вам показывал на форосплоте. Посмотрите, левый график показывает преимущество комбинации андрогенной депривации с аполутомидом у больных с высоким риском прогрессирования, правый у больных с низким риском прогрессирования. И опять левый график показывает, что аполутомид дает преимущество выживаемости без прогрессирования у больных с рецидивным метастатическим процессом, и правый график у больных с первично выявленным метастатическим процессом. То есть вне зависимости от времени появления метастазов и вне зависимости от объема метастатического поражения аполутомид улучшает результаты лечения выживаемости без прогрессирования. Кроме того, существенно увеличивается, как видите на этом графике, время до развития кастрационной резистентности. На 66% применение аполутамиды на старте лечения метастатического рака предстоятельной железы снижает риск развития кастрационной резистентной стадии процесса. И что еще интересно, ведь больные, как вы понимаете, когда становятся кастрационной резистентными, они могут получить последующие линии терапии, ту же химиотерапию, тот же, скажем, аберротерон, радий и так далее. И посмотрите, несмотря на наличие следующих линий, выживаемость без прогрессирования 2, как называемая, то есть уже после первичной прогрессии, она тоже достоверно лучше в группе больных, которые получали аполутамид. Ну и что еще, конечно, очень характерно для антиандрогенов нового поколения, эти препараты очень малотоксичны. Посмотрите, частота побочных эффектов или нежелательных явлений, как мы их называем в клинических исследованиях, она была практически одинакова в группе аполутамиды, в группе плацебо, очень несущественно отличалась, как вы видите, там в сотые доли процента, в десятые доли по любым явлениям, на 1,4 по нежелательным явлениям в третьей-четвертой степени, и только лишь на 1% чаще приходилось отменять аполутамид, чем плацебо, в связи с развитием нежелательных явлений. Ну и если мы посмотрим на такие основную токсичность, которая может быть ассоциирована с гормональной терапией, у больных раком предстоятельной железы, утомляемость, падение, переломы, в целом, я уже сказал, нежелательные явления третьей-четвертой степени, нежелательные явления, которые приводят к беспитализации, мы различий не увидим в группах аполутамиды и плацебо, за исключением, как вы видите, вот правый верхний график, сыпи. Да, этот препарат может где-то около 15% случаев приводить к развитию сыпи, которая, как правило, не влияет на качество жизни больных, и вот по оценке качества жизни в исследовании титан, вы видите, аполутамид не ухудшал его, а даже к концу периода наблюдения оно было лучше, чем в группе контроля. Таким образом, еще раз повторюсь, исследование титан достигло двух основных первичных конечных точек, это увеличение выживаемости без прогрессирования, увеличение общей выживаемости, пожалуй, единственное исследование, которое двух точек достигло. Значительно увеличилось время до развития кастрационной резистентности, и во всех подгруппах больных аполутамид давал преимущество перед группой контроля, перед только андроген-депривационной терапией. При этом токсичность лечения была невысока, и качество жизни больных не ухудшалось. В связи с этим, уважаемые коллеги, не нужно сегодня проводить, мы с вами просто не имеем права с вами проводить больным с метастатическим раком предстоятельной железы, гормоночувствительным, только андроген-депривационную терапию, тем более монотерапию антиандрогенами, она вообще не рекомендуется. Андроген-депривационная терапия, как монотерапия, в некомбинированных режимах может быть показана только лишь в случае, если больным противопоказан любой вариант комбинации. Любой вариант, а это, конечно, такого больного представить сложно, но если это больной, конечно, прикован к кровати со статусом яковых 2 и больше, но только вот у этой категории больных, у всех остальных мы должны проводить комбинации. Но комбинация с доцитокселом даст выигрыш только у больных с большим объемом поражения метастатического, комбинация с лучевой терапией только, наоборот, у больных с малым объемом с олигометастазами, а вот комбинация с антиандрогенами нового поколения аполутамидом и энзоутамидом приведет к улучшению выживаемости вне зависимости от объема поражения метастатического, вне зависимости от того, когда эти метастазы были выявлены. Я благодарю вас за внимание и передаю слово Кириллу Михайловичу для того, чтобы Кирилл Михайлович познакомил нас с больными. Борис Яковлевич, спасибо большое за вашу подробную лекцию и очень интересный подробный разбор исследований Тиритан. Скажите, видно ли мою презентацию, слышно ли меня? Видно и слышно. Спасибо, Борис Яковлевич. Я, с вашего позволения, предоставлю к разбору клинических случаев. Скажу, что это все случаи, которые мы будем разбирать, представлены в реальной клинической практике нашего учреждения. Первый из них касаемо пациента 66 лет. Болезнь манифестировала у него в марте 2015 года. Инициальный СССР 21,3 нгмл. Выполна биопсия приставительной железы. Гистологически верифицирована аденокарцинома 8 баллов в шкале глиссона. По данным комплексного радиологического обследования, данных за отдаленные очаги поражения обнаружено не было. Заложены пациенту были варианты лечения. Это комбинированная гормонолучевая терапия и легохирургическое лечение. Пациент предпочел хирургический вариант лечения. Показания операции не выявлено. И в мае 2015 года выполнена радикальная простатоктония с расширенной тазовой лимфодисекцией. Коллеги, мы с вами хорошо понимаем, что если мы рассматриваем подход хирургический у больных высоким риском прогрессирования, то, конечно же, мы должны следовать определенным правилам. Прежде всего, это выполнение расширенной лимфодисекции и отказ от нервосберегающих техник операции. Это и было сделано. Выполнена расширенная тазовая лимфодисекцией с удалением наружных, внутренних, подвздошных, общих, подвздошных, сакральных лимфлугов, оптераторной клетчатки до уровня, как вы видите из этих слайдов, уровня дефонкации аорты. Осважнений по вмешательству мы не видели у пациента интерпретационных. И по гистологии, вы видите, установлен, подтвержден диагноз адомикарцинома 8 баллов шкалеглисона, стадия ПТ-3Б с инвазией семенных пузырьков и массивным метастатическим поражением лимфатических пузов, обнаруженных метастазов 9 из 29 удаленных лимфатических пузов. И с таким большим объемом метастатического поражения пациенту была рекомендована немедленная дивантная гормональная терапия аналогом нелогиоргена в протяжении 9 месяцев после операции. В феврале 2016 года, то есть через 9 месяцев после проведенного хирургического лечения, уровень ПСА составил 0,1 нанограммами млит. С учетом таких низких значений ПСА и отпуске данных при радиологическом обследовании о прогрессировании болезни, гормональную терапию решили отменить и перейти на интермитирующий режим введения препаратов. Больному рекомендован контроль ПСА каждые 3 месяца без проведения гормональной терапии. В августе 2016 года, то есть через полгода после отмены гормональной терапии аналогом нелогиорген, отмечен рост ПСА до 6,5 нанограмм на мл. И по данным проведенного комплексного радиологического обследования, отмечено прогрессирование заболевания с метастатическим поражением костей таза. Всего обнаружено 4 очага в костях таза, других метастазов у пациента выявлено не было. К пациенту была возобновлена гормональная терапия аналога нелогиорген. И вот тут действительно отстал перед нами вопрос. Это 2016 год, казалось бы, стандарт терапии продолжения кастрации, но уже тогда появились результаты исследований чартов, доциток в целом, которых также говорил Борис Якович в своем докладе, которые показывали преимущества комбинированного химиогормонального лечения, но преимущество касалось только когорты больных с большим объемом метастатического поражения. И понятно, что использование доцитоксилы достаточно токсично, может сопровождаться явлением метриклинических осложнений. Таким образом, у нас тогда была возможность включить пациента в клиническое исследование с препаратом Аполуканит в рамках исследования питана, о котором также рассказывал Борис Якович. Что им было предложено пациенту, и пациент был включен в этот протокол. В октябре 2016 года пациент получил первую дозу препарата, но поскольку это была плациноконтролируемая исследование, мы, естественно, не знаем, что получает пациент, либо активный препарат, либо плацинок. Но обратите внимание на результаты, которые были получены. Видите, в декабре 2016 года, то есть спустя 3 месяца от начала терапии, естественно, на фоне конституционной терапии, которая была проведена вместе с назначением Аполуканита или плацинок, мы отметили выраженное снижение по ПСА. ПСА составило менее 1,01 мг. По данным радиологического обследования отмечена стабилизация заболевания, новых очагов отмечено не было, и пациент продолжал принимать лечение в рамках протокола клинического исследования. И интересен этот случай тем, что сейчас до сих пор пациент у нас находится под наблюдением, немножко у него подрастает ПСА, но пациент продолжает терапию этого протокола. Вы видите, уже фактически более чем 5 лет пациент находится на терапии данным препаратом. Очень длительный и стойкий ответ на такую, так сказать, комбинированную терапию. Второй клинический случай, о котором я бы хотел вам рассказать. – Да, Кирилл Михайлович, давайте по поводу этого больного. – Да, Майкер. – Ну вот у меня такие вопросы будут. Первый вопрос, скажем так, начнем еще до операции. Вопрос, в смысле, больной высокого риска изначально был, поскольку у него, я так понимаю, ведь, насколько помню, до операции глисон был 8, да? – Да, Кирилл Михайлович. Вот, скажите, сейчас, вернее, нет, сейчас у нас нет тоже таких возможностей, но как вы думаете, в последующем вот у больных высокого риска мы тоже будем начинать лечение с операцией или, может быть, перед операцией будем проводить какую-то другую терапию? – Спасибо, Борисович, я чувствую, вопрос такой достаточно глубокий. Я думаю, что, конечно же, когорта больных высокого риска прогрессирования требует дальнейшего изучения подходов, в том числе комбинированных подходов к терапии. Безусловно, мы сейчас хорошо понимаем, что идут исследования по изучению комбинаций, в том числе новых препаратов, направленных на андрогеновый рецептор, как на диванках, так и на диванках. И я думаю, что действительно, ну, во-первых, наверное, мы все-таки придем к тому, что нужно этих больных будет более адекватно стабировать, может быть, у когорты высокого риска применять дополнительные модальные обследования, в частности ПЭТ, СМА, но пока это, естественно, не регламентировано рекомендациями, но я думаю, что, вероятно, со временем мы к этому придем. И, конечно же, мы ждем результатов исследований по комбинациям, как в неодивантном, так и в элодивантном режиме, о чем я говорил. Невозможно, что действительно мы со временем придем к тому, что, может быть, будем начинать терапию с применения тех же препаратов, на целями андрогенного рецепта, проводить такую максимальную супрессию опухоли и затем этих пациентов подберегать к тому же хирургическому, либо лучевому лечению. Да, спасибо. Я как раз и хотел сказать, что сейчас идет исследование, большое исследование третьей фазы протеус, где аполутомик применяется перед радикальной простотыктомией, ну и после тоже, но главным образом, конечно, мы рассчитываем на эффект неодивантной терапии, потому что в исследованиях второй фазы, которые уже известны, и некоторые, скажем так, пилотные исследования с этими препаратами, с аполутомидом, энзолутомидом, показали, что участие больных после неодивантной терапии в препарате после простатоктомии имеется по томарку в четвертой степени. Конечно, резко возрастает радикализм операции таким образом, поэтому, может быть, мы опять же вернемся к тому, что мы оставили уже 20 лет назад, я имею в виду неодивантную предоперационную гормональную терапию, но вот с новыми препаратами. Но это пока еще, конечно, в будущем после результатов третьей фазы, исследования третьей фазы. Но у меня еще один вопрос к вам. Скажите, а вот после операции у больного массивное поражение лимфатических узлов, почему вы отменили ему андроген-депривляционную терапию? Ведь если уж мы ее назначаем, то, по идее, ее надо проводить до прогрессии, ну, по крайней мере, так, как в гайдлайнах написано. Спасибо, Борисович, за Ваш вопрос. Но следует отметить, что у пациента не было никаких отдаленных метастазов по данным методам получивой диагностики. И те метастазы, которые мы выявили, они обнаруживались только по результатам планового макологического исследования. Таким образом, пациент формально считался без метастатической прогрессии. И если говорить о возможностях применения интермитирующих схемы гормональной терапии, то в этом случае их применение совершенно допустимо. Борисович, у Вас микрофон выключен. А, да, извините. Спасибо большое. Ну, давайте тогда ко второму случаю, а потом я еще там вопросы буду. Спасибо, Борисович. Ну что ж, коллеги, я продолжу. Второй клинический случай. Пациент 77 лет. В марте 2020 года первичное обращение с уровнем маркера вы видите более 2300 неграмм на миллилитр. По данным биопсии предстоятельной железы и бронокарцинома во всех фрагментах 7,4 плюс 3 балла на шкале глиссона. По данным комплексного радиологического обследования, включая МРТ малого таза, сканирование костей, компьютерную, тому же, грудную и душную полость, вы видите множественные метастазы в костях, лимфатических узлах таза, задушенных лимфатических узлах. У пациента определялся выраженный болевой синдром. Следует отметить, что с этим болевым синдромом он как раз обратился для обследования, где было выявлено повышение уровень ПСМ. И, конечно же, встал вопрос, что делать пациенту дальше. И, конечно же, были предложены варианты комбинированной терапии. Валерий Кривич хорошо сказал в своем выступлении, что мы сейчас живем в эпоху комбинации. Естественно, был предложен один из вариантов комбинированного лечения. Мы хорошо понимаем, что это пациент с большим объемом метастазического поражения. Поэтому, конечно, вариант с использованием ДОЦИТЕКСЕЛа в комбинации с кастрацией также доступен. И, естественно, доступен вариант применения менее тактических схем лечения с применением антиандрогена второй генерации в комбинации с кастрационной терапией. Но пациент отказался от применения ДОЦИТЕКСЕЛа, он не появился химиотерапией, не был на нее настроен. Таким образом, пациенту предложена терапия препаратом Аполукамид. У нас была тогда возможность это сделать в рамках программы раннего доступа к этому препарату. И в апреле 2020 года пациент получил первую дозу, извините, он начал терапию с использованием ДОЦИТЕКСЕЛа. Пациенту также было объяснено с учетом большого объема поражений, симптомов болезни. Для того, чтобы предотвратить эффект вспышки, либо начать терапию кастрационную с комбинацией короткими курсами антиандрогенов старой генерации, или начать терапию с монокастрационной терапией с использованием антагониста. Это было сделано, пациент принял такие рекомендации. В общем-то, в апреле 2020 года выполнена первая инъекция ГИРИЛИКСЕЛ в радиационной дозе 240 мг подкозную желудок. В мае, то есть через месяц, мы отметили хорошее ответ по ПСА, сравнивается с 2300 до 126. Продолжена терапия ГИРИЛИКСЕЛ поддерживающей дозе 80 мг подкозную. И, естественно, начатая терапия препаратом АПОЛУТАМИД. В июне 2020 года, то есть еще через месяц от начала терапии АПОЛУТАМИДом, мы отметили очень выраженную редукцию по маркеру. Уровень ПСА составил 23 сотых нанограмм на миллилитр. Болевой синдром на фоне данного комбинированного лечения полностью редукцировал. Пациент вернулся к нормальной жизни. И по данным обследования признаков радиологической прогрессии заболевания у пациента не было. Продолжена терапия ГИРИЛИКСЕЛ и АПОЛУТАМИДОМ. И терапию пациент продолжает получать в настоящее время. Вы видите, сохраняется полный ответ по ПСА. И, в общем-то, пациент нормально себя чувствует. Даже устроился на работу. вышел подрабатывать с ворогом. В свои 77 лет его удалось устроить. Спасибо большое, коллеги, за ваше внимание. Бои, если какие-то вопросы, я удовольствием на них отвечу. Да, ну, скажите, пожалуйста, мы с вами знаем, что надир ПСА, снижение уровня ПСА в процессе гормональной терапии и андроген депривационный, комбинированный, это очень важное прогностическое значение. Вот у этого больного вашего, у обоих этих больных, о которых вы рассказывали, удалось добиться очень хорошего снижения практически до нуля. И когда ПСА падает у больных с метастатическим раком до значения, ну, как говорят, неопределяемых, или меньше 0,2, то мы еще знаем из исследований достаточно давнего СВОК, что медианная выживаемость у них больше 70 месяцев, то есть больше 6 лет, ну, 6 лет, скажем так. А если не происходит снижение, вот, предположим, у этого больного, который второй, квадратный 2000 с лишним был ПСА, маркер падает не до нуля, а, ну, предположим, до 50 нанограмм на миллилитр. Вот в этих случаях вы продолжаете тот же вариант, ну, предположим, вы назначаете больному андрогенную депривацию вместе с аполутамидом, с орлядой, вот у такого больного, но ПСА падает не до нуля, много, сильно падает, но не до нуля. Надо что-то менять или не надо? Вот какой у меня вопрос. Спасибо, Борис Яковлевич. Очень интересный вопрос. Но действительно мы хорошо знаем, что в протоколе Титан был подгрупповой анализ по продолжительности и выраженности ответа на терапию с учетом динамики ПСА. Действительно было показано, что у тех пациентов, которые имели полную регрессию по маркеру, отмечены лучшие показатели общей продолжительности жизни. Но, с другой стороны, те пациенты, у которых даже не было отмечено таких выраженных редукций маркера, также имели лучшие показатели выживаемости по сравнению с монотерапией кастрационной. Конечно, что делать подгруппой больных, которые по маркеру не очень хорошо отвечают на комбинацию, в том числе с афа-лутамидом или бензглутамидом. Вопрос на сегодняшний день остается открытым. И я думаю, что, конечно, их нужно следовать в рамках каких-то программ расширенного доступа по изучению возможной смены терапии, может быть применение каких-то коротких курсов ДОС от Эксела с последующим возвратом на терапию антиандрогенной новой генерации. Но это, опять-таки, вопрос к обсуждению. Я не думаю, что это сейчас концепция, которой мы должны придерживаться в нашей клинической практике. Это вопрос нужно изучать. Да, но я думаю, что все-таки, на сегодняшний день в случае отсутствия прогрессирования радиологического мы не должны метаться. Почему я задал этот вопрос? Потому что я знаю такие случаи бывают, когда пациенты, извините, врачи считают, что недостаточно хороший ответ и начинают менять, скажем, вот эти антиандрогены нового поколения на доцитоксел, не дожидаясь развития кастрационной резистентности. Понимаете, таким образом мы можем не улучшить результаты лечения, а можем уменьшить наши резервы, наши возможности лечения больных уже на стадии кастрационной резистентности. Вы правильно сказали, что все равно комбинация приводит к увеличению выживаемости, даже при недостаточном хорошем ответе по ПСА по сравнению только с андрогенодепривационной терапией. Поэтому ее следует применять до прогрессирования, по крайней мере, пока мы не имеем других данных. На данном этапе сказали, что она согласна. И еще один вопрос. А что вот тогда мы будем делать, вот на примере этих двух ваших больных? Ведь если они будут жить мирно и заботятся о своем здоровье, не касающемся ракопредставительной железы, то рано или поздно они доживут до стадии кастрационно-резистентного процесса, метастатического. И вот что мы будем делать? При развитии кастрационной резистентности это у первого больного и у второго, или одинаково будем поступать? Будем лечить их дальше. Ну как? Ну безусловно, тут будет зависеть все от объема поражения, которое мы будем иметь на выходе при прогрессии на фоне терапии, комбинированной с аполутамином, который мы сейчас проводим. Подождите, но объем, объем, скорее всего, в первом случае у вас будет примерно такой же. Вы же будете фиксировать биохимическое прогрессирование, правильно? И объем будет какой-то супер, больше, чем сейчас. Согласен, вероятно так, но вы сами понимаете, что все бывает. Опухоль может вести себя различными, скажем, методами прогрессии. Но, как правило, да, вы совершенно правы, я с вами совершенно согласен, что, вероятно, у первого больного останется тот же минимальный объем метастатического поражения, и я думаю... Вы все время пытаетесь уйти в сторону. Вот давайте так, этот больной сейчас живет там почти пять лет. Или я буду лечить его дальше? Нет, понятно, что вот он будет еще там, еще два года, три, не будет прогрессировать, и потом у него разведется кастрационный результат. Что вы ему через восемь лет назначите? Абиротерон, энзолутамид или доцитоксин? Я бы прежде всего рекомендовал этому больному сейчас пройти тестирование на наличие мутаций генов гомологичной рекомбинации. Если наличие этих изменений будет у него присутствовать, то, конечно же, я после аблутамида рекомендовал бы сразу терапию препарата малопали. Если эти изменения не будут найдены, я все-таки буду склоняться к сменению терапии на цитотоксическую химиотерапию, на применение доцитоксела, поскольку, как мы с вами хорошо так же знаем, последовательное применение препаратов, нацеленных на амброгеновый рецептор, может приводить к худшим результатам терапии. Но с другой стороны, мы с вами знаем, что в ряде исследований больные, которые получали тот же аблутамид, а потом получали абератерон при прогрессировании, давали ответ на абератерон неплохой. Да, действительно, есть такие данные. А вы как бы поступили, Борис? Вот я это говорю к тому, что вот у этого больного, дай бог, чтобы он как можно дольше еще не прогрессировал, но при прогрессии можно рассмотреть практически любой вариант. Кстати, и ради можно рассмотреть, потому что у него только костные метастазы, он уже получил линию андрогенных ингибиторов, абератеронных рецепторов. То есть, и вы правы, совершенно, если будут мутации, можно алпариб назначить, и действительно, таргетная терапия, может быть, будет в этом случае вариантом выбора. Но и ради можно, и даже абератерон можно попробовать. При таком хорошем длительном ответе на комбинированную гормонотерапию может быть препарат с несколько другим механизмом действия гормонального тоже сработает. То есть, я хочу сказать, что резервов у этого больного очень много, и проводя комбинированную терапию, это опять же вопрос, который часто задают, а не ухудшаем ли мы возможности лечения потом в констрационной резистентной стадии процесса. На самом деле, мы не ухудшаем. Все те же линии у нас сохраняются, которые есть для лечения констрационно-резистентного рака предстоятельной железы. Но у второго больного, ну так, дать Бог ему тоже много-много лет прожить без прогрессирования, но всё-таки, учитывая большой объём метастатического поражения, наверное, у него раньше прогрессирование случится, ну, предположим, года через 3-4. Да, Борис Ильич, я думаю, что всё-таки я бы рекомендовал смену терапии, не применяя разнонаправленные препараты. Опять-таки, определение мутаций, прежде всего, очень важно для больного процессационного тракторного рака простаты, если они выявлены, а в аппарит, если нет, я бы всё-таки пришёлся на активную терапию. На что, извините? На доцитоксел. А, доцитоксел. А, скажите, если больной всё-таки получил уже доцитоксел, ну, вот к вам приходит больной на приём, который получил по поводу метастатического процесса доцитоксел, 6 курсов. Опять же, у него ПСА, ну, предположим, был 600, а стал 70. Ну, более не беспокоит его, но вот беспокоит высокий уровень ПСА. Вот у такого больного, как вы считаете, имеет смысл после доцитоксела назначить ещё апалутамид или энзолутамид. Спасибо, Борис Яковлевич. Я думаю, что да, потому что групповой анализ исследований с энзолутамидом и с апалутамидом не продемонстрировал различий улучшения, так скажем, выживаемости на фоне последующего назначения таргетных препаратов энзолутамида либо апалутамида. И было показано, что пользу имеют преимущество выживаемости даже те больные, которые уже получили в частности протоколе энзомет с золутамидом это было чётко продемонстрировано. Ну да, то есть выживаемость без прогрессирования, биохимической в частности прогрессирования в группе больных, которые получали антиандрогены второго поколения после доцитоксела была выше, чем в группе больных, которые получали доцитоксел и андрогенную депривационную терапию. Но пока всё-таки эти методы лечения не являются стандартными. Мы ждём в этом году возможное исследование ЭСМО на результаты исследования Аросенс, где третий препарат из этой группы Дарролутамид изучали как раз у больных, которые получили доцитоксел. То есть там все больные в этом исследовании с метастатическим гормоночувствительным раком получили доцитоксел, и после этого ещё кто-то получал Дарролутамид, а кто-то просто андрогенную депривационную терапию. Может быть, это исследование даст нам ответ на вопрос, надо ли комбинировать гормоны, химию, терапию сразу. Ну а вот лучевую терапию вы сегодня назначаете больным с метастатическим процессом с олигометастазами в комбинации с андроген депривацией или нет? Вы имеете в виду Борисович в такой радикальной дозе или в полетине? У больных с метастатическим раком облучение предстательной железы вы применяете? Олигометастатическим. Я же сказал олигометастатическим. Да, безусловно, Борисович, у нас есть такие пациенты, которых мы активно с нашими радиологами включаем лечебные протоколы. это не протоколы, естественно, это стандарты. Мы с вами хорошо знаем. Ну, а кому вы это вот отдаете предпочтение лучевой терапии? У каких пациентов и у каких лекарств? Лично я бы всяких все-таки отдаю предпочтение лучевой терапии пока пациентам, у которых нету костных очебов поражений. То есть только лимфатические узлы? Да. А с костными нет? С костными я думаю, что тоже возможно, и исследование с Компитом говорит об этом, что это возможно, но пока я предпочитаю назначать комбинацию с энзоутамидом либо афоутамидом пациент костными очки. Ну что ж, я вот не пойму, вопросов нет, да, пока я так понимаю? куда они будут выводиться? Вроде в чате сказали, что должно быть вопрос. Нет? В чате я пока вообще чат пуст, я вообще ничего не вижу. Работает это или нет, не очень понятно. Ну что ж, я думаю, что тогда скажите, вот вопрос, скажите, через какое время и по каким критериям оценить ответ за какое-то неприличное слово, а, это, видимо, на терапию было написано, антиандрогенами второго поколения при метастатическом гормоночувствительном раке, чтобы обосновать дальнейшее продолжение терапии. Вы поняли смысл вопроса? Ну, имеется в виду, когда нужно проводить обследование, подтверждающее эффективность терапии, чтобы это долго. Пожалуйста, вам вопрос. Ко мне? Хорошо. Я думаю, что это все-таки стандарт, наверное, три месяца, чтобы мы оценили эффективность использования метода пучевой диагностики и, естественно, динамику ПСА. ПСА я рекомендую. Если у вас ПСА упал до нуля и он хороший или там не до нуля, но хорошо упал, вы все равно будете через три месяца лучевую диагностику проводить? Я лично нет, но рядом учреждения на местах это требуется, Борис Якович, для того, чтобы учесть дорогостоящий препарат и доказать эффективность этого лечения. Может быть, но обязательно с точки зрения и рекомендации, с точки зрения течения процесса, если мы с вами видим хороший ответ по ПСА, это делать совершенно обязательно без раньше, чем через год, если мы говорим о рутинном обследовании, да и если даже ПСМА, ПКТ с ПСМА, если мы с него начали. Я, кстати, хочу сказать, что часто приходится, что сейчас, с чем сталкиваются, например, больному в начале заболевания поставить, сделали синтеграфию и МРТ, КТ и лечит больного. Потом в процессе мониторинга зачем-то проводят ПСМА, ну и там с холином, я не знаю. Вот смысл какой? Никакого смысла в этом нет, потому что что вы будете сравнивать? Конечно, ПСМА может выявить те очаги, которые не были выявлены с синтеграфией на входе в лечение, в начале лечения, но они уже были, и вы можете это расценить как радиологическая прогрессия, это, конечно, никакая не радиологическая прогрессия, это просто те очаги, которые не были выявлены в начале. Были уже, но не были выявлены, потому что не было использований. Поэтому надо сравнивать одни и те же методы, то есть сравнивать динамику по результатам применения одних и тех же методов лучевой визуализации. Если начались ПЭТа, можете делать ПЭТ. Если начались с синтеграфии, значит, надо, конечно, оценивать МКТ, оценивать по синтеграфии, по КТ. Ну что ж, так, я смотрю, вопросов больше нет, поэтому, наверное, на этом будем заканчивать. Я просто хотел еще сказать, что действительно вы видите, ситуация меняется, меняется, ну, я бы сказал, достаточно быстро. За несколько лет, 2-3 года, видите, появились совершенно новые возможности для лечения у наших пациентов. И идет большое количество исследований. Исследования, вот я одно из по комбинации, скажем, химию, терапии антиандрогенов нового поколения в больных с антистатическим, гормоночувствительным, исследования по применению таргетных ингибиторов пар у больных с мутациями генов гомологичной рекомбинации ДНК тоже при гормоночувствительном антистатическом процессе, при кастрационной рецепт, это при гормоночувствительном. Идет ряд исследований, которые, я тоже уже упоминал, касаются неодевантной терапии у больных высокого риска, в том числе и с применением уже на этих стадиях как рутинных методов, рутинного метода, метода ПСМА. Исследований очень много и я думаю, практика наша будет меняться, но на сегодняшний день, на сегодняшний день основа все-таки лечения больных с мутациями генового гормоночувствительным раком это комбинированная терапия. И универсальным способом, и наиболее благоприятным для больного, я сейчас не говорю о системе здравоохранения, что благоприятное для системы здравоохранения, сказать всегда очень сложно. Но для больного, конечно, наиболее благоприятным способом лечения является комбинация андрогенно-депривационной терапии именно с антиандрогенами нового поколения, которые, к счастью, становятся все более и более доступными для наших пациентов. И очень важно это показал, в частности, опрос российского общества онкорологов, который проводился среди большого количества практикующих врачей, которые лечат больных раком, предстоятельной железы. Так вот, этот опрос показал, что препятствия к назначению этих комбинированных режимов, они не только, скажем так, регуляторно-административные, связанные с пока недостаточным доступом к препаратам, но препятствия еще с тем, что врачи и не знают, и не хотят, может быть, применять, пока преодолеть свою инерцию, инертность, и перейти на новые варианты лечения, на которые мы с вами, в общем-то, обязаны переходить, потому что мы обязаны следовать национальным клиническим рекомендациям. Я вам в конце показывал, что национальные российские клинические рекомендации как раз говорят о том, что у подавляющего большинства больных, у 9 из 10, метастатическим раком предстательной железы, мы должны проводить комбинированную терапию. Я вас и призываю, коллеги, спасибо всем, кто принял сегодня участие, спасибо, Кирилл Михайлович, вам, и всем хорошего дня, хорошего настроения, которое сегодня нам помогает, с которым нам сегодня помогает в Москве, по крайней мере, в центральной России погода весенняя. Всем всего доброго. Спасибо. Всем всего доброго. До свидания. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»